всем привет дорогие мои друзья бонжорно тутти бонжорно карамичи это для итальянцев приветствия очень многие просят меня приготовить блюдо из итальянской кухни но друзья моя жизнь вся впереди все идеи за один день не выложишь сегодня я буду готовить блюдо которое скорее всего принадлежит не к итальянской кухне но и не к русской оно как бы классика я бы сказала его можно отнести к любой из кухонь поскольку тут и ничего сложного нету обычная как бы как сказать раздельное питание быстро усвояемая пища в общем так буду я готовить стручковую фасоль называется фаджолини петони но я уже готовила там похожие есть у меня из старых видео просто новые подписчики никто не смотрел это и не смотрят и не заглядывают но разновидностей стручковой фасоли очень много это именно стручковая бобовая фасоль если кто-то не знает потому что просто еще стручковая фаджолини фаджоли это фасоль а фаджолини это стручковая фасоль она и без слова пиатонии она немножко другой формы ну во первых в два-три раза поменьше чем вот это по длине и она такая полукруглая если кто-то не знает а также два бештекста я нарезала это я не покупала готова нарезка нарезала сама поэтому они немножко кривоватые по форме отбила их молоточком вот такой молоточек в италии не купишь мы облазили почти пять супермаркетов ели нашли но уже нашли когда я привезла такой молоточек из дома если кто-то хочет его приобрести потому что отбивать мясо им очень удобно он металлический только в китайском магазине вы сможете найти те приспособления которые я находила в итальянских магазинах мне не подходят тем более я привыкла вот работать с таким инструментом так что я буду делать я в общем я сейчас почищу отрежу хвостики порежу ее вот такими вот кусочками и буду отваривать в кипящей воде с чесноком лавровым листом а потом заправлю откину на дуршлаг и заправлю лимонным соком бальзамическим уксусом и оливковым маслом все будет горячий салат и два свиных бештекса мужу и мне мясо я не знаю как я буду еще жарить скорее всего просто на сковородке без масла это научил меня муж я раньше всегда на масле все жарила в данном моменте я буду его просто на пять минут одной стороной и переворачиваю там может быть три четыре минут другой под крышкой а потом уже на тарелке солить и добавлять оливковое масло ну как то так вот сегодня просто и легко и чтобы обед не казался не очень сытным скорее всего я нарежу сыр ну то есть как бы сыра это такой незаменимый продукт что голод утоляет моментально вот и все сегодня друзья мои ну потом позже покажу что у меня тут получилось и в общем ждите продолжаю снимать видео друзья мои как я готовлю сегодня обед вода уже закипела фаджолини пьеттони я почистила помыла нарезала вот такими пластинками это где-то на три-четыре части один стручок почистила чеснок приготовила лавровый лист мясо у меня на готове сковородка на который я буду жарить мясо соль в общем закидываю соль вот так не жалею че вот теперь туда вот в кипящую воду эту стручковую фасоль так а также вот у меня веточки лаврового листа ну я покупала с веточками поэтому я тоже их использую не выбрасываю все идет в дело туда одну лаврушку достаточно 1 так ну а чеснок чуть позже ну и примерно готовится это 20 минут надо пробовать отключаюсь друзья так прошло пять минут это как я забросила фасоль она закипела и сейчас я бросаю чеснок для вкуса в общем как пряный рассол для огурцов единственное что у меня нет укропа хотя надо поискать где-то я оставляла засушенные стебли кстати тоже пойдет сюда вполне допустимо ну все отключаюсь друзья мои я уже попробовала в принципе готовы чуть больше 15 минут варилась я решила что уже пора ее вынимать в общем и не стал я дуршлаг вот так вот я беру и прям шумовкой в тарелочку сейчас я тут лавровый лист и чеснок выкину и в общем буду заправлять вот так вот заправлять я буду лимон взяла все-таки и яблочный уксус ой не дает снимать кипящая вода так бальзамический уксус немного и оливковое масло все салат готов к употреблению ну естественно немножко надо подождать чтобы он остыл вот и отвезла лимон прямо так вот рукой у меня очень сильные руки если уж врежу в глаз так врежу зачем на механические приборы на кухне если у меня очень хорошо работают руки видели вот так вот а по все это выбрасываем так теперь вот такой у меня бальзамический уксус с шиколкой и яблочный уксус так сейчас я забыла пробку открыть в общем потом все перемешиваем друзья мои так друзья мои салат готов теперь приступаем к жарке мяса в общем огонь на всю катушку такая сковородка специальная вот ребристая чтобы мясо получилось как на гриле и прям без всякого добавления масла прям вот так сюда вот и кидаем опа опа и все ждем пару минут переворачиваем накрываем крышкой и на тарелке пять минут всего лишь готовки этого мяса так прошло две минуты вот смотрите мясо начинает белеть вот так его опа опа видали все и крышечкой а и и и и и и и и и Ну все, друзья мои, вот такой у нас сегодня обед. Стручковая бобовая фасоль, отварная, заправленная бальзамическим уксусом, оливковым маслом, яблочным уксусом и лимоном. Мясо, жареное биштекс, сыр, маздам, очень вкусный сыр, обожаю этот сыр. Если сравнить его с российским, практически похож, только немножко мягче. Так, ну а это мужу. В общем, приятного аппетита нам и всем. Готовьте, наслаждайтесь, это очень полезно. Всем чао! Субтитры сделал DimaTorzok